Украинский военный летчик капитан Владислав Волошин стал директором Николаевского аэропорта. В России его обвиняют в причастности к гибели пассажиров малазийского Боинга МХ-17. Как эти обвинения комментирует сам Волошин и какие задачи считает приоритетными на новой гражданской должности, знает Кирилл Ющишин. О назначении Волошина на должность стало известно сегодня во время брифинга в обл. администрации. Владислав Волошин, наверное, самый известный украинский военный летчик. В России его считают причастным к гибели пассажирского рейса МХ-17. По версии россиян, гражданский Боинг сбила не ракета БУК, выпущенная с территории подконтрольной террористом, а украинский штурмовик Су-25, пилотируемый Волошиным. Вот как это преподнесли. Вернувшись 17 июля с задания, капитан Волошин нервничал и сказал, что самолет оказался не в том месте, не в то время. Если так, то капитан сожалеет. Но сожалеет не о том, что сбил гражданский самолет, а о том, что не тот сбил. Из-за версии россиян Волошина даже вызывали на допрос заграничные исследователи. Он встречался с прокурором из Амстердама и полицейским детективом из Австралии. У них претензий к Волошину нет. Сам Владислав уверяет, все обвинения базируются на словах какого-то техника, которого он толком и не знает. То, что он заявляет, что он слышал мои разговоры с начальством и тому подобное, это приводит к правду. Все разговоры, связанные с выполнением боевых задач, велись достаточно скрытно, достаточно в определенном кругу людей, которым можно было доверять. Такие люди, как механика ГАПов, не входили в круг доверия. После нескольких лет службы боевым летчикам в АТО Волошин решил уйти из армии. За время боевых действий ему пришлось побывать в тылу противника. Его самолет подбили, Владислав катапультировался и после этого четыре дня выходил из вражеского окружения. Президент наградил капитана Волошина орденом за мужество третьей степени. На новые должности, в этот раз гражданской, капитану Волошину поставили задачу возобновить пассажирское авиасообщение между Николаевым и крупными городами Украины. Договоры с различными агрокомпаниями, такими как Turkish Airlines и РНР, потому как основной доход будут они приносить. Если простые Николаевцы способны позволить себе поездку в Киев, например, в спальном вагоне, то это будет также доступно для них, как и перелет. Николаевский аэропорт достался Волошину в разрушенном состоянии. Сейчас его активно ремонтируют. Хотя у Волошина нет опыта в бизнесе или госслужбе, он уверен, военная дисциплина поможет и на новой работе. Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности. Телеканал Интер. Николаев.